МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Артём Поттер. Вы смотрите новости Колпинского района и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светофоры и шумовые полосы. Брифинг, посвященный организации дорожного движения в Колпинском районе. Дети в надежных руках. Ортопед Светлана Карпова участвует в конкурсе «Лучший врач года». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живая музыка. Очередной отборочный тур фестиваля «Рок-уикенд». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спецсталь поставит силовым машинам заготовки двух роторов для Белорусской АЭС в третьем квартале этого года. Из них сделают два генератора весом 105 тонн каждый. За последние пять лет Колпинское предприятие изготовило 100 роторов общим весом более 5000 тонн. В 2011 году ОМЗ «Спецсталь» освоила производство заготовок из высокохромистых марок стали. А в прошлом году на предприятии установлены новые токарные станки, позволяющие обрабатывать детали весом до 250 тонн и длиной до 25 метров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера состоялось очередное заседание суда по делу о мусоросжигающем заводе в поселке Металострой. На протяжении нескольких месяцев история со строительством данного предприятия по переработке медицинских и биологических отходов на территории Колпинского района вызывала бурные обсуждения и негодования со стороны жителей. Представители предприятия заявили на заседание о том, что они прекращают свою деятельность независимо от решения суда. По информации жителей поселка, трубу мусоросжигающего завода уже демонтировали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заработал светофор на перекрестке улиц Пролетарской и Вавилова. Последнее при этом стало односторонней. Это решение вызвало шквал вопросов у горожан. Причины объяснили в Колпинском отделе ГИБДД. Ширина улицы Вавилова всего 6 метров. Поворот на нее с Пролетарской теперь запрещен, чтобы не было заторов ни на самой улице, ни на перекрестке. Вопросов по организации движения было много. К примеру, пока все колпинские светофоры работают сами по себе. Зеленых волн, как на Московском проспекте в Петербурге, нет ни на одной из колпинских улиц. По мнению представителей ГИБДД, сильно менять схему движения в данный момент нецелесообразно. В районе продолжается перекладка магистральных трубопроводов. Люди избирают маршруты, по которым они раньше не передвигались, для того, чтобы как можно меньше стоять в пробках. Но заторвая ситуация. Сужено, я не буду перечислять, достаточно много мест на проезжей части, где проезжая часть искусственно сужена. Вот этими барьерами, заборами, бонами. Это вынужденные обстоятельства. Когда будут завершены все эти работы, я думаю, что к лету, если поправить, как там по срокам Константина грозятся, или обещают производители работы завершить к лету все эти, в лучшую сторону. Сразу же мы увидим, что положительная пропускная способность наших улиц увеличится. На брифинге инспекторы в очередной раз подтвердили эффективность шумовых полос. Еще не прошло и года с момента их появления, а они уже спасли жизни семи человек. Именно столько погибло за аналогичный отчетный период прошлого года. Кроме того, опасения водителей, что искусственные неровности убивают подвеску, не подтверждаются статистикой, которую представили колпинские автомастерские. Мы мониторили ситуацию, а как, насколько увеличилась ваша прибыль. Они говорят, нет, мы как работали, так и работаем. И таких повреждений, о которых, говорят, водители автомобилистов, нет, не существует. Я не думаю, что жители Колпина уезжают в какие-то городские мастерские, либо в другие соседние районы и отшляют ремонт там. Здесь довольно-таки много мастерских, где качественно ремонтируют транспортные средства. Страшные цифры. ГИБДД беспокоит количество задержанных нетрезвых водителей. Я вам озвучу эти цифры. Это те, кого мы задержали и отстранили от управления. За два месяца это более ста человек. Не буду говорить конкретно, но это очень страшно. И более того, что на сегодняшний день водители настолько бывают неадекватны, что отказываются проходить медицинское освидетельствие. И вот мы ведем видеозаписи. То есть не буду дуть, даже вот произнести эти несколько слов, у него не хватает сил. То есть он объясняется жестами с нашими сотрудниками. ГИБДД просит горожан не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных за рулем. Ведь нетрезвый водитель рискует не только своей, но и чужими жизнями. Артем Поттер, Руслан Бичурин, Николай Васильев. Новости Кулпинского района. Далее сводка происшествий на Кулпинских дорогах. За период с 18 по 24 марта на территории Кулпинского района зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в которых ранено 11 человек. Из общего числа ДТП совершено 34 столкновения, 17 наездов на стоящие транспортные средства, 7 наездов на препятствия и 2 наезда на пешеходов. Зарегистрировано также одно падение пассажира в автобусе. 11 водителей скрылись с места происшествия. В течение прошедшей недели сотрудниками Кулпинского отдела ГИБДД задержано 10 нетрезвых водителей. Каждый год в Петербурге выбирают лучших в самых разных профессиях. Кулпинские специалисты с успехом участвуют в большинстве конкурсов. Врачом года может стать Светлана Карпова, ортопед 22-й городской детской больницы. В Кулпинской детской больнице есть врачи, к которым приезжают пациенты со всей России. Одна из них – Светлана Юрьевна Карпова, заведующая первым хирургическим ортопедо-травматологическим отделением. Еще в 2009 году ее отделение признали лучшим в городе своей специализацией. Об успехах местных врачей пишут и в интернете. Через родительские форумы узнают о Кулпинской больнице и приезжают сюда лечиться пациенты из Петропавловска, Камчатска и стран ближнего зарубежья. Мое отделение занимается специфической такой патологией в ортопедии, даже в том числе это болезнь пертаса. И вообще патология тазобедренного сустава, лечащаяся консервативно. В Санкт-Петербурге аналогичного отделения нет. Оно единственное и достаточно у нас накоплен большой опыт лечения этой патологии с очень хорошим результатом. Попасть в детскую больницу – событие нерадостное. Но пациенты этого отделения, как это ни странно, думают иначе. К лечению, которое длится несколько недель, они относятся как к отдыху в санатории. Хотя, конечно, такое отношение приходит не сразу. Диагноз – болезнь пертаса – большинство родителей воспринимают как трагедию. Когда ребенок до семи лет вдруг ходил, а потом ему нельзя ходить в течение трех лет, им тяжело это пережить ребенку и родителям. Мы стараемся как-то создать им всяческие условия и для лечения. И школа вот у нас есть, и педагог очень хороший, и кружки приходят. Мы сами елки организуем с докторами и со персоналом. Сами даже становимся артистами на какой-то период. Научные разработки, обмен опытом с другими больницами, с одной стороны, и бытовые мелочи с другой. Все это сфера компетенции заведующего. Светлана Юрьевна сумела создать в своем отделении не только условия для лечения, но и для нормальной жизни маленьких пациентов. Здесь ребята смотрят телевизор и занимаются творчеством. Здесь играют. В живом уголке наблюдают за птицами, рыбками и черепахами. Особой популярностью у них пользуется лягушка. Ну а родителей больше всего радует отношение врачей к своим пациентам. У нас лечащая врач Наталья Николаевна. Но Светлана Юрьевна, она постоянно приходит, спрашивает. То есть она знает всех детей, всех родителей по именам, по состоянию заболевания, то есть по продвижению здоровья. Она интересуется практически каждый день. Всех детей знает. Всех. За год через ортопедо-трамотологическое отделение Колпинской больницы проходит полторы тысячи детей. Среди диагнозов такие сложные заболевания, как болезнь пертеса, юношеский эпифизиолис головок бедра, болезнь Шоэрман-Мау. Лечить их нужно годами. Но главный результат – то, что дети, прошедшие курс консервативного лечения, могут снова ходить и бегать, как их здоровые сверстники. Оксана Дроздова, Руслан Печорин. Новости Колпинского района. С 22 по 24 марта на арене центра Коломна в Московской области проходил чемпионат России по шорт-треку. Серебряным призером на дистанции 500 метров стала воспитанница с дюшор по конкобежному спорту Колпинского района Екатерина Константинова. Колпинская спортсменка провела этот сезон очень удачно. Она серебряный призер шестой зимней спартакиады учащихся России 2013 года – призер финала Кубка Европы среди юниоров. «Живая музыка» снова звучала в доме молодежи Колпинец. Здесь прошел очередной отборочный тур ежегодного фестиваля «Рок-уикенд». Их музыка слишком резкая, а тексты песен слишком обнаженные для причёсанных любителей рок-металла сытых двухтысячных. Так о себе говорят музыканты группы «Радиус» и добавляют, что хотели бы играть музыку, понятную людям, чтобы донести до слушателя не только как, но и о чём они поют. Мы увлеклись, мы увлеклись вот этой именно игрой, на инструментах этими тяжёлыми рифами. Всё это так классно, но мы поняли, что людям порой непонятно. Казалось бы, мы простые вещи им поём, а они не понимают, потому что, ну, как настолько, это завуалировано самой этой музыкой, это нагромождение, что нужно как-то её маленько, наверное, разряжать. Вот мы хотим двигаться в этом направлении. Вторым на сцене Дома молодёжи выступил коллектив «Орби Фолк». Эти музыканты, наоборот, полностью погружены в музыку. В своём творчестве музыканты «Орби Фолк» соединяют живой рок со звучанием электронных инструментов. В 2010 году они попали в сборник лучшего российского пост-рока. С тех пор отыграли множество концертов в Санкт-Петербурге, стали лауреатами фестиваля «Рок-викенд-2012» и выступили на финальном опен-эйр-концерте. Теперь, видимо, рассчитывают участвовать в следующем. Как и остальные группы, ведь отборочные туры – это в первую очередь возможность пробиться в финал фестиваля. Слышали и видели о мероприятии «Рок-викенд», о пен-эйр, и поэтому тоже очень хотели принять участие с интересными группами в родном городе Колпино. После «Орби Фолк» выступила группа «Ветра». Эти музыканты играют металл, соблюдая все законы жанра. Длинные волосы, тяжёлые рифы, серьёзные тексты. Группам такого стиля колпинская публика всегда относится благосклонно. У фестиваля «Рок-викенд» уже сложилась своя постоянная аудитория. Молодые люди, которые стараются не пропускать ни одного концерта. Потому что не надо никуда ехать и бесплатно. Это на самом деле большой плюс, вот серьёзно. И в Колпино. Да, я с удовольствием хожу, и он тоже. Кофе, что он, наверное, на конце города там. И даже может повыступать. Надо будет в больнице болеть, но не суть. Это же концерт, понимаете? Концерт – это круто. Колпино, юл. Построк, металл и, наконец, панк-рок. В завершении концерта на сцену вышла группа «Сентимент». Её участники когда-то играли панк в разных колпинских коллективах, но и сейчас юношеского задора не растеряли. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОМПОЗИЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 80-летию Андрея Вознесенского. В этот день молодёжь исполнит песни на стихи поэта, выступит с танцевальными номерами, будет декламировать его произведения. Программа «Новости. Колпинский район» выходит по вторникам и четвергам в 21.55. Повтор на следующий день в 8.15. Теперь наши передачи можно посмотреть и в интернете на сайте tk-tv.tv. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова